I'm back! Бу! Италия. Вот. Сразу скажу, что большинство заданий я выполнял на итальянском танке. Стандарт Б. Мне он очень нравится. И если вы еще не выкачали лепку Италии, очень советую ее к выкачке. Итак, давайте начнем с первого задания. Что же у нас здесь? Основная цель. Нанести 12 тысяч урона. ТТ противника делается элементарно. На любой абсолютно технике из этих наций, какая вам нравится. Берете, находите ТТшку, навалите. 12 тысяч урона это немного. Если это какой-нибудь 9-10 уровень, то это, грубо говоря, можно выполнить за один бой. Да, ну, если вы там совсем круто играть, 13 тысяч можете нанести. Можно выполнить за один бой как? Нанести 6 тысяч урона и уничтожаете, соответственно, 2 танка противника. И все, и вы выполнили просто за один бой. Потом просто еще там 4 раза вынечаете 2 танка, если хотите выполнить до. Если же нет, то можно выполнить и за 5-6 боев. Ну, в общем, выполняется очень легко, очень простое задание. Я выполнил его как-то прям сходу просто раз и все, и сделал. Даже не помню, там, за полчаса буквально. Поехали дальше. Живого места нет. Критические впадания. Вывести из строя или ранить суммарно 40 внутренних модулей или членов экипажа. И дополнительно одновременно оглушить двигатель техники противника. У меня еще арты нет. Тут у нас, получается, в этом задании может применяться арта только в коодиции. Только артиллерия есть у... Господи, у Франции у нас есть только артиллерия. У других наций артиллерии у нас нет. Вот. Поэтому выполняется только на французской арте. Да, если она у вас есть. Если арты французской у вас нет, выполняйте на любой абсолютно технике. В идеале стрелять под калиберами. Они чаще всего именно критуют модули. Я выполнял на разных техниках абсолютно. На 50Б, на протатай-Б, на YLT-7, на... Там еще на чем-то уже не помню. Еще на любой технике из этого... Из этих наций. Выполняйте и потихоньку делайте. Ну, либо, естественно, на арте. Поехали дальше. Здоровая конкуренция. У них тоже 27 техники противника, не принадлежащие коалиции. Просто валите всех подряд, не принадлежащих коалиции. То есть, это не Франция должна быть, не Италия, да, кто там еще у нас. Не вот эти четыре нации. То есть, всех остальных выбиваете. В принципе, выполняется довольно быстро. Вот. Насколько быстро вы можете 21 техники набить, насколько быстро выполняется. Я выполнил довольно быстро это задание. На более, что доп. вынеси 3000 урона. Если ты играешь на 9... Я выполнял на стандарте Б, это сразу скажу. Практически все это задание я выполнил на стандарте Б. 3000 урона на него нести очень легко. Ну, несложно абсолютно, да. И фраги на нем подсасываются просто на изи, потому что он барабанный, с аппаратом до заряжания. И фраги подсасывать на нем... Ну, просто вот... Просто самое милое дело. У меня было два боя по 6 фрагов, грубо говоря. И я... И 3000 урона он нес. И я за два боя выполнил, там, по-моему, все. Там, по-моему... По-моему, да, по-моему, за два боя я выполнил это задание полностью. Просто два фартовых боя, и потом вот эти 3000 я просто добивал. Это же очень легкое задание, если у вас есть соответствующая техника. Поехали дальше. Указывающий перст. Поддержка. Так. Помочь средникам нанести 1500 урона. Техника партинга. Передавай разведанный. Ну, как всегда. Это есть во всех. Опять же, берем ЛТ-шку. Кустик стоим, светим, настреливаем. Я это делал на YLT-7-90. У меня он, потому что есть, я его купил в свое время. Я на нем довольно быстро это все сделал. Можно делать на любом другом светляке, технаций. Можно и на среднем танке, там, стреляя по гуслям. В принципе, несложно. Ну, и, соответственно, не быть уничтожен по итогу боя. Я это выполнил тоже очень быстро на YLT-7. Я же там много насветил за первый бой буквально, и не был уничтожен. Там чуть ли не большую часть получил за первый же бой. Делается быстро. На ЛТ-шках все понятно и элементарно. Раскол. Нанести 20 тысяч урона техники, не принадлежащей коалиции. Опять же, берете, валите технику, не принадлежащей коалиции. 20 тысяч урона просто настреливаете потихонечку. Доп сложнее. Уничтожить 30 техники противника. Не у каждого получается уничтожить 30 техники. Опять же, берете стандарт B, допустим, либо любой другой барабан. И подсасываете фраги, да, допустим. Настреляли, настреляли, фрагов потом понастосали и выполнили. Все легко делается. Поехали дальше. Вершина Алимка. Нанять первое место по урону в своей команде. На любой технике, на которой вы хорошо играете, у которой хорошая скорострельность и хороший урон, я опять же выполнял на стандарте B, я выполнял на 50B. Это задание 50B, стандарт B, батчат. Ну, или любая техника пониже уровнем, если вы на ней можете нанести урона, соответственно, если вы на ней хорошо нанести урон, берете ее и выполняете. В принципе, абсолютно несложно. Первое место по урону в занятии, я же говорю, стандарт B, 50B, там. Хотя на 10-х, наверное, сложнее, потому что много игроков, хорошо играющих. Но все-таки я выполнял на 9-10 лвелах. Вы можете на любом другом. Мне кажется, даже на 6-ом и 7-ом уровне это будет сделать еще проще, если вовсе есть хорошая, соответствующая машина. Поехали дальше. Игра на равнях. Уничтожить 20 единиц техники противника своего уровня или выше. Проще всего делается на 6-х уровнях. Просто это делается элементарно. Берете, знаете, что я сейчас вам скажу, как этот танчик называется. Я забыл, вот, Skoda Т-25. Берете вот эту вот машинку. Он барабанный. Здесь три снаряда, там, по 100 с чем-то урона. Давайте посмотрим даже вот ТТХ. Три снаряда, да, у нас по 110 урона. И барабан перезаряжается, по-моему, около 8 секунд. Ну, по-моему, с плюшками, там, 8 секунд, по-моему, что-то типа того. Делается вот на этой машине это задание просто, ну, ну, просто элементарно. Абсолютно несложно. Просто вот, ну, ничего сложного. Выполняется буквально там, я не знаю, за... Ну, блин, за 6-7 боев выполняет это задание. 20 техник противника своего уровня. Как правило, вся техника будет выше вас по уровню, либо такого же, да. Ну, редко вас будет ставить, как бы так, довольно-таки редко в топ. В основном вся техника будет выше, либо такая же. Вот. Ну, либо, соответственно, девятки-десятки. Опять же, на девятках вас часто будут ставить к десяткам, и у вас будет куча девяток-десяток. Я выполнял вот именно Т-25, и я выполнял на стандарте Б, если вам интересно, о чем выполнял я. В принципе, выполняется на любом уровне техники, уже чисто по фарту, вот, должны убивать просто танки и все. Насколько вы можете убить 20 техники противника, сколько у вас это и займет. Ну, соответственно, 3000 урона нанести, естественно, проще делать на девятках-десятках. Поехали дальше. Коалиция-8, не без вашей помощи. Союзники должны уничтожить 10 техники противника по вашим разведданным или после попадания сбившего гусеницу. Я делал на ЕЛТ-7-90 это дело. Вы можете делать на любой другой машине абсолютно, какая вам нравится, какая у вас есть, ЛТ-шка. Можно, конечно, и на СТ-шке просто сбивать гусеницы. В принципе, ничего сложного. Ну, и, соответственно, уничтожить уничтожительную обездвиженную машину противника тоже не приставляет особого труда. Вот. Поехали дальше. Коалиция-9, лицом к лицу. Нанести 1500 урона в первые 3 минуты боя. 15000 урона, точнее, в первые 3 минуты боя. Это несложно по той причине, что урон тут накапливается. Это не то, чтобы 1500 в первые 3 минуты боя 15 раз нанести, или там 3 или 2 фрага сделать, да, допустим, в первые 3 минуты боя. 2 фрага сделать немного сложнее. Нанести 1500 урона, берете любого барабана, где-то вырываетесь сначала, настрелите, настреливаете, 3 минуты прошло, все, уезжаете в тыл, потихонечку играете. Вот, чтобы, ну, доп. знания победить В принципе, я выполнил на том же Т-25, на том же Стандарте Б, на 50 Б То есть барабаны подходят идеально Поехали дальше Коалица 10, образцовые бои Первая мысль по урону, по опыту в своей команде Тут уже зависит все от вас На самом деле, ну, доп. знания не будет уничтоженным Тут зависит все от вас Зависит от того, как вы играете Выбирайте машину, на которой вы хорошо играете Старайтесь ехать максимально, как бы, быть впереди На острие, грубо говоря, атаки, да, там как-то Проще всего, наверное, по опыту Занимать место на ЛТшках То есть вы там много-много насветили Плюс что-то настреляли, первое место заняли По опыту конкретно Я выполнял, опять же, на ЕЛ-790, на Стандарте Б Вот, мне про Стандарт Б очень нравится Поэтому я его, вот, на нем это делал Вот, выполнил довольно это так быстро Не сказать, что сильно много времени заняло Этот топ-1 по опыту в своей команде Стандарт Б, либо светляки любые Берете ЛТшечки и выполняете Тут уже все зависит от вас, на самом деле Можно выполнить, на самом деле, можно на чем угодно Можно на ЛТшке это выполнять Если вы хорошо играете, там, пошли вперед Как-то там танкуете, там, все На острие атаки наваливаете Тоже будете топ-1, как бы, ну, несложно В принципе, это зависит от вас Коалиция 11 истребления Истребители танков Уничтожить 10 ПТ-САУ Задание чисто на фарт, абсолютно на фарт Просто едете, ищите ПТшки Настреливаете по ПТшкам Убиваете их, соответственно, выполняете Задание Зависит от вас, зависит от боя Если у вас будут бои, допустим, на, там, 6-7 уровнях Где у вас будет целая куча просто ПТ в бою Можно выполнить, соответственно, это все дело быстро Поскольку в бою там убили 6 ПТ, допустим Ну, вот, фартануло вам 6 ПТшек вы завалили, короче Но если 3000 урона, раз, все, вы выполнили Там, 5 ПТшек завалили, да То есть можно сделать довольно быстро Такое Выполняется на любой технике, которая вам нравится Играйте, и все Ничем угодно, короче говоря Вот, дальше Непоправимый ущерб Нанести 25 тысяч урона техники противника Но, опять же, выполняется на чем угодно На чем вы можете нанести урон Поскольку все накапливается Дополнительно уничтожить 20 техники противника Я не знаю, почему я доп не сделал Наверное, я что-то спешил, наверное И поэтому было сделано, наверное, 1 или 2 И я пропустил, как бы, это дело Не стал делать Какие-то 20 техники противника Это довольно-таки несложно Не знаю, почему я не сделал доп, не помню Сам факт, что я заделаю потом Вот это делается на любой технике Абсолютно берете, на которую вы наносите урон Едете, валите всех подряд Просто играете, грубо говоря, и выполняете Ничего сложного Клиц 13, пламенный привет Уничтожить 5 ПТ-СА у противника Нанеси 3000 урон в технике противника И будет Х2 Я выполнил за 1 бой Я играл 2 или 3 боя Мне там не везло То одна САУ, то не одной САУ И потом я играл на ЕЛСН-90 Ну, на ЛТ-шке, да Вы можете взять любую ЛТ-шку Попал в бою, где было 3 САУ Я до них добрался Все 3 убил И нанес 3000 урона в конце боя И получилось, что как бы Х2 это 6 Все, за 1 бой выполнил То есть потом просто осталось нанести там несколько раз По 3000 урона И выполнил дополнительное задание ЛТ-шки спокойно можно делать Можно, конечно, и на арте там По трассерам выцеплять арту И валить тоже Тоже можно вполне себе делать Если у вас есть арта Тем более, 10 арта, скажем Это барабанная французская Да, на ней это можно тоже выполнять Дальше Не время отсиживаться Нанести урон выстрелами 8 раз В первые 3 минуты боя Очень упоротое задание Опять же, я же говорю, эти задания Которые в первые 3 минуты боя Я их очень не люблю Я их считаю очень упоротыми Это абсолютно упоротые задания Просто в хлам упоротые Потому что оно требует от вас Ехать вперед, упарываться Вы будете часто сливаться Пока будете его делать Естественно, сейчас продается Или продавался светляк Там 13, по-моему, какой-то там Он 75, что-то там Я не помню точно его название У которого 8 выстрелов в барабане То есть 8 снарядов в барабане Высоредили Выехали, 8 раздали, выполнили Но не у каждого его купил Не каждого он есть Короче, это ЛТ-шка Поэтому я выполнял на Т-25 Я выполнял на стандарте Б Но чем я только не выполнял Заняло у меня довольно много времени Это дело Потому что, как назло Делаешь 7 выстрелов Раз его убили Или он умер, да Вот все На 8 выстрел его не хватило Он умер Враг Другие где-то заныкались Не показываются Три минуты закончились Все, вы не выполнили И у меня очень много боев было Я 6 раз делал 7 раз делал Не хватало банально Одного выстрела То союзники убьют То он утопится То он уедет То там еще что-нибудь Очень сложное такое задание Требует упарывания И фарта на самом деле Я выполнял на Т-25 Оно легко довольно делается И делается легко На барабанах На каких-то Либо на быстро Кадающихся машинах Ну и все же Техники противника Соответственно Тоже Если вы не умерли Первые 3 минуты боя Выполнили это Дальше уже потихонечку Играйте И соответственно Убивайте танки И делайте Х2 Ну и 15 задание Я уже почти выполнил Тут надо сделать Суммарно Суммарно Категории Герои битвы Олимпических медалей И доп задание Если тут 2 медали Сразу Я сделал тут Несколько медалей Я делал это на ЛТшке Опять же ЛТшка Засвечиваешь Получаешь там Медальки Ничего сложного И это я делал Тут 2 раза Получилось мне сделать С допом Тоже на ЛТшке Не хватает Одного раза Доделаю И будет Все выполнено Вот так вот Друзья Мы с вами Разобрали полностью Все задания На союз Блок Альянс Коалиции Кто не видел Первые 3 Посмотрите У меня на канале Есть Делается все Довольно несложно Здесь накопительные Задания Поэтому Все выполняется Довольно таки просто Намного сложнее Будет у нас На Химеру Это я вам точно говорю Можно даже Почитать Допустим Уничтожить суммарно 3дт или ст Противника За 1 бой Не всегда Удается убить Именно 3дт или 3ст Не всегда Не всегда Получается За 1 бой Убить Именно 3 машины Чтобы нанести 2000 урон Это не сложно Но вот Уничтожки Именно 3 машины За 1 бой Получается Не всегда То же самое Допустим Сбить Гусеницы Трем Разным Машинам Противника При этом Нанести еще Урон Обездвиженной Машине Противника Раз 5 Не всегда Гусеницы Сбиваются Не всегда Прет И не всегда Это можно Сделать Трем Разным Машинам Поэтому Здесь задание Намного Намного Сложнее На экскалибур Тут все Сложнее Во всех Нациях Где задание Намного Сложнее Здесь практически Нет накопительных Заданий Все надо Сделать За 1 Какой-то бой С одной С одной С другой Это легко Да в одном Бою Раз вам Фортануло Вы выполнили Не надо Делать 4-5 раз Вы раз Делали Раз Все Отлично Сделали С другой С другой С другой Задание Все таки Сложнее Это мы С вами Разберем В следующих И прочее На сегодня Всем спасибо Друзья И всем пока